В соответствии с поручением правительства Российской Федерации 4 октября текущего года проводилась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне по теме Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций Учебными целями данной тренировки явились совершенствование знаний и практических навыков руководителей органов управления и сил гражданской обороны по организации и ведению гражданской обороны Сбору информации в области ГО и обмену ею, а также контролю выполнения мероприятий по гражданской обороне Проверка реальности планов ГО и защиты населения на территории муниципального образования. Совершенствование знаний и практических навыков личного состава сил гражданской обороны при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнении мероприятий по ГО. 4 октября, в день 82-й годовщины гражданской обороны России, главой администрации муниципального образования города Десногорск был объявлен сбор руководящего состава ГО для постановки задач по выполнению первоочередных мероприятий по гражданской обороне. ГО тренировки. Распоряжение руководителя гражданской обороны 4 октября о выполнении первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой очереди. В 6 часов 7 минут 4 октября 2014 года получено распоряжение на выполнение первоочередных мероприятий по гражданской обороне первой очереди. Руководящего состава и работников структурных подразделений, полномоченных на решение задач в области гражданской обороны, довести обстановку и поставить задачи по выполнению мероприятий, предусмотренные в перечне мероприятий по гражданской обороне в первой очереди. К 10.00 ввести круглосуточное дежурство руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения. К 18.00 перевести на круглосуточную работу радиовещательную станцию ДВСФМ, радиотрансляционный узел, линейно-технического участка, телерадиовещательную компанию Десна ТВ. К 10.00 уточнить планы гражданской обороны и расчеты по защите рабочих и служащих. К 6.00 5.00 привести в готовность защитные сооружения гражданской обороны для укрытия работников в организации, продолжающих работу в военное время. Во время подготовки к всероссийской тренировке управлением по делам ГОИЧС были проведены проверки готовности сил и средств служб гражданской обороны города, в том числе и противопожарной службы. В период проведения всероссийской тренировки по гражданской обороне в ходе выполнения первоочередных мероприятий по ГОИЧС были развернуты. Станция обеззараживания одежды на базе БПК Латона, сборно-эвакуационные пункты в полной готовности, пункты выдачи средств индивидуальной защиты. А председателем ИВАКО-комиссии были заслушаны доклады группы первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. Также был развернут пост радиационного, химического и бактериологического наблюдения. В данном помещении хранится имущество службы радиационной и химической защиты «Смоленская АЭС». Служба состоит из трех звеньев и поста химического радиационного наблюдения. Первое звено занимается разведкой по следу облака. Второе звено занимается разведкой по территории города Десногорска. И третье звено занимается разведкой по маршрутам эвакуации населения. Пост радиационное и химическое наблюдение выставляется в зависимости от ветра или на границе защитной зоны для радиационного контроля персонала эвакуируемого со станции. В полной готовности во время проведения всероссийской тренировки по гражданской обороне находились аварийно-спасательные формирования. На данный момент моделируем ситуацию разрушения тепловых сетей к зданию администрации. В связи с этим проводим тренировку по прокладку новой сети, то есть мобильную прокладку тепловой сети в ускоренном режиме новой наружной сети к зданию администрации по земле в предизолированных трубах для обеспечения теплоснабжения здания администрации. Тренировка прошла в полном соответствии теме на высоком уровне выполнения первоочередных мероприятий по гражданской обороне. 5 октября в профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска в Десногорск пришла приятная новость. За высокие показатели в служебной деятельности за 9 месяцев 2014 года отдел уголовного розыска ОМВД России по городу Десногорску признан лучшим в области и награжден переходящим кубком. «До всей души, Белый Иванович, и вашему коллективу уголовного розыска, мы будем здесь слова благодарности как от руководства ОМВД, от меня и от нашего коллектива. Поэтому считаю, что наш уголовный розыск достойно сработал эти 9 месяцев». За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности начальник уголовного розыска ОМВД России по городу Десногорску Николай Иванович Гурченков награжден почетной грамотой ОМВД России по Смоленской области. Майору полиции Комозову, лейтенанту полиции Сергеенкову, старшему лейтенанту Клименкову за добросовестное исполнение служебных обязанностей объявлена благодарность. Ценными подарками награждены майор полиции Алишев и старший лейтенант полиции Николаев. От души поздравляем. «По-человечески хочется пожелать везения, семейного благополучия, здоровья крепкого». Субтитры создавал DimaTorzok